Мотив какой у вас, чтобы отдать на такое, что тут горы вещей, каких-то склады тут же можно открыть, вот тут было коммерческие? Я, наоборот, все закрыла и передала все волонтерам. Вот Катеринча 14, это тоже мой офис, там находятся две волонтерские организации. Марата 6, помощь переселенцам, это тоже мой офис. И как депутаты вас воспринимают в Совете после такого? Нормально воспринимают, они помогают, независимо от фракции. А местные люди, соседи, не жалуются на вас, что вы там украинской армии помогаете? Ну, всякое бывает. Ну, написали письмо к нацикам. Ну, да. Кабам, да, здесь? Да. Ну, у меня это меньше всего, как вы считаете, как это воспринимают. Когда пришло ДНР сюда, я между мной была с семьей вместо этого часа убегаться. Потому что меня должны были везти. Меня предупредили и вывезли меня волонтеры из Толбавы. Впоследствии человек, спасший мою семью, погиб в Луганске, волонтеры. Поэтому, вернувшись сюда, в память о нем, все это было. А как был фамилий? Не, не малые зубы. А почему плечо плеч назвали? Ну, у нас было здесь рейтинговое голосование, чтобы определиться. Вообще, все это инициативы волонтерские. Это не общественная организация, это волонтерские инициативы. Эти волонтерские инициативы сейчас только пытаются обрести какой-то статус. У нас была наша общественная организация с 2000 года. Вече из Нового Заволосова. При ней как бы все это... Это Карпенко, да, там было? Да, да. Как бы все инициативы при ней были. Поэтому, ну, вот так. А где сейчас, кстати, Карпенко? Не знает, не общается? Почему? Все равно тоже помогает. Помогает здесь по платье света, воды. Ну, и много из моих партийцев, которые, в принципе, вышли из декущего, помогают. Депутаты и лучшие отец партии. Ему помогает. Просто не публично. Долго, понимаете, вы когда-то такое будете держать? Сколько надо, столько и будет. Тяжело, конечно, в связи с коммуналкой. И это содержать тяжело. И тяжело людям жертвовать. Ну, из-за кризиса, конечно. Скажите, а вот люди из Донецка, например, приходят к вам говорить, вот, хотим помочь вам? Есть, ну, да. С 31 декущего, так, что не переживаете? Неоднозначно, очень неоднозначно. Вот, когда на Марата-6 у меня там помощь переселилась, там, и там... То есть, в основном хотят они, чтобы им помогали, да, я как понимал? Да, это раз. С другой стороны, вот сегодня дочь моя там не давала помощь, пришла и заводит. Пришла женщина, она говорит, что у нее есть лекарство от астмы, она хочет ее перебрать в зону в Донецке, но только с полной уверенностью, чтобы она не попала с удовольствием. Даже так? Они убивают, они спирают. А как думаете, чего они так говорят? Вот причина, что им кто-то рассказывает, они верят в это, что ли, я не понимаю, как тут причина какая-то? Ничего не найдете. Мы же ведь с вами так не думаем. Ну вот, а почему они так говорят? Сложный, грубитный вопрос. Отчасти, ненависть, пренебрежение к Украине, уровень образованных людей в этом очень маленький. Ну, я честно скажу, но по-на-Донбассу они все наются. И вопрос культуры, знаний, истории. Я здесь 15 лет живу, я сам с Харцизка. Ну и зачем вы где-то работаете? Я хочу, у меня в Харцизке живут родители, я хочу, чтобы освободили быстрее мой город, хочу приблизить победу, просто нашу победу, украинскую. Думаете, вот так можно это приблизить, вот такими способами? Конечно, можно, конечно, каждый самый, каждый, если внесет свою, как говорится, лепту, то... Ну, верите в победу? Я верю, конечно. Конечно, я верю. Я верю. Будет Украина единая, независимая держава. По Краматорску сейчас не страшно за гербом ходить? Нет. Никто не... Как вот недавно видео было в Крыму, кто-то делочек родила. Герб говорит, едь в Киев. И заставили снять в общественном транспорте. Ну, вчера мы отсюда шли по социалистической спевалу, чернодривцев, гимна. Чувы богато. И придурки, и все там подобное. Ну, если не мы не будем нести это, кто его будет нести? Вас? Ну, вообще, я не буду нести. Ну, заявления же близкого такие достаточно. Ну, заявления. Антисоветские такие даже в чем-то. Ну, это же заявления. А я сегодня читаю заявление Ноя, которое говорит о том, что... А где я возьму профессионалев-сиропатриотев? Я партия Наш Край, районалы. Ну, цельный шок. Вас не приглашали еще туда, в Наш Край? Нет. Я думаю, что мне нравятся. Ну, вы так в Батьевщину как были, так и остаетесь, да? Я так понимаю. Вопрос не однозначно баллотироваться между дозой. Однозначно, спортивностью тоже испугался.